Дежурство в колл-центрах, помощь в пунктах вакцинации и десятки выездов к пациентам в день. С началом третьей волны в Красноярске вновь набирают обороты волонтерское движение. Добровольцы трудятся, чтобы все, кому нужна медицинская помощь, смогли ее получить. Как каждый из нас может быть полезным, расскажем в следующем сюжете. Когда подойдет очередь вашей прививки, и вы будете заполнять анкету, там будут существовать врачи-терапевты. Телефоны колл-центра поликлиники не замолкают ни на минуту. Сюда звонят, чтобы записаться на прием к врачу или на вакцинацию. На звонки от пациентов отвечает Павел. Он волонтер, помогает здесь в свободное от основной работы время. Мне необходима волонтерская помощь в том числе и в работе в колл-центре. Почему решил? Ну, потому что время сложное, большой наплыв пациентов, и хотя бы от себя внести маленький вклад. Работая здесь волонтером, понимаю, что очень необходимо большое количество людей, потому что очень большое количество звонков в пост вакцинации, которые находятся здесь, принимают 200 и более человек в день вакцинированных. Помощь нужна не только в самих поликлиниках. Вне больничные пункты вакцинации также рады добровольцам. Из-за того, что желающих вакцинироваться много, свободных рук там тоже не хватает. Я принимаю, встречаю, так сказать, жителей Красноярска, которые хотели вакцинироваться. Измеряю у них температуру. Если все хорошо с температурой, то провожу инфраструктаж, куда они должны будут пройти. Сначала на осмотр перед прививкой и далее на саму вакцинацию. Начиная с 10 часов утра мы, не останавливаясь на ногах, постоянно всех принимаем. С началом третьей волны снова актуальной стала помощь автоволонтеров. Елена начала подвозить врачей еще в ноябре. Сейчас женщина выезжает до 50 раз за день. Этот чат заваливается сообщениями. Нужна машина, помогите, пожалуйста. Нужно довезти докторов. Поведбригады растут. То есть, если, допустим, была одна бригада, их стало четыре. Количество вызовов растет. Я как в тот момент добавилась в этот чат. И просто оттуда ни разу не выходя. То есть, всю эту ситуацию вижу. Чтобы работать эффективнее, весной прошлого года разные волонтерские движения по предложению партии власти объединились в один штаб. Это позволяет грамотно распределять силы добровольцев и вовремя оказывать помощь. Здесь, как в любое сложное время, бессмысленно обсуждать какую-то иерархию, кто будет главный и так далее. Потому что это вообще не принципиально, принципиально одно. Чтобы мы могли эффективно отработать каждый свой функционал. А в нашем регионе, я считаю, один из потенциально самых сильных некоммерческих секторов. Поэтому объединять некоммерческие организации и их волонтеров именно в нашем регионе очень важно. Стать частью добровольческого движения просто. У автоволонтеров есть свой чат. Довези врача, к которому может присоединиться любой. А чтобы помочь в колл-центре, можно напрямую обратиться в поликлинику.